Стихи обушуют не только в нашей стране. Природные катаклизмы охватили сразу несколько стран мира. В Китае из-за ливни объявили синий уровень тревоги. На юго-западной части Франции сильные дожди вызвали потоп, а в Мадагаскаре тропический циклон уносит жизни людей. Грозы, дожди и ветер охватили сразу несколько районов поднебесных. В провинциях Чунзина, Гуичоу, Фунзиани, Гуандуна и Гуанси ветер достигал максимальной скорости. В 22 районах Гуичоу, что находится на юго-западе соседней страны, два дня подряд непрерывно шел град. По данным провинциального метеорологического управления, самая крупная градина в диаметре составила 69 миллиметров. Это почти 7 сантиметров. Минувший день в другом районе провинции Гуичоу, Ези, Хуейшуй, град нанес значительный ущерб посевам, таким как рафс и кукуруза. Тем временем в провинциях Нанчань и Тянси все еще идут проливные дожди. Порывистый ветер повалил теплицы, деревья и уличные фонари. Синоптики рекомендуют школам, детсадам принимать меры по безопасности, а владельцев автомашин призвали быть аккуратнее на дорогах. На Мадагаскар обрушился тропический циклон. Проливные дожди и ураганный ветер унес жизни по меньшей мере 18 человек. Более 20 тысяч человек эвакуированы. Власти предупреждают граждан об опасности наводнений и оползней. Предлагается, что циклон распространится вдоль восточного побережья острова. Вода проникла в мой дом и унесло все. Холодильник был смыт. Мы страдаем. У нас нет риса, нет еды. Нам нечего есть. У нас не хватает мыла. Все полотенца заплесневели. Нам нужна помощь. Пожалуйста. В конце марта паводки начались и в Алтайском крае России. В регионе подтоплены около полутысячи строений. Там введен режим ЧЭЦ. Развернуты пункты временного размещения для жителей. Стихийное бедствие вызвано аномальными погодными условиями в зимний период, как сообщили власти региона. Во Франции ситуация тоже не из лучших. Но в юго-востоке страны сильные дожди вызвали потоп. Кадры запечатлили местные жители. Улицы, теплицы, машины города Монморион погрузились под паводковые воды. Интенсивные осадки привели к разливу реки Гортемпе. Уровень воды достиг почти 5 метров, что примерно на 2 метра выше обычного показателя. Дана Ермак, Астана, Таймс.